Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 июня. Я, по-моему, даже дня 2 или 3 не находила время, чтобы снять видео, потому что у нас такая ситуация. Все свободное время посвящаю борьбе с жарой. Вчера было 30, даже больше позавчера тоже. Сегодня тоже прогноз неутешительный. И стоит ужасная жара. У нас бедная вот эта насосная станция, наверное, скоро откажет. Работает с 7 утра и до 10 вечера. Или капельный полив работает, или наливаю бочки. И тут же иду со шлангом, где не достают капельный полив, поливаю со шлангом. Очень-очень жарко. Но зато, конечно, благодаря вот этой погоде теплой, влага и тепло позволяют томатам развиваться очень активно. Помидоры растут как бешеные. Вот подвязаны у меня они уже на 4 раза. То есть уже первая кисть, вторая есть и третья формируются. А те, которые... Сейчас покажу. Те, которые были на консервации, то есть остатки от теплиц, они уже все полноценные. Нижние кисти сформированы. Наверное, скоро будут спеть. Вчера во время подвязки я даже нашла крупноплодные спелые томаты в открытом грунте. Сейчас, если найду, покажу вам. А вот они, красавцы. Крупноплодные желтые томаты какие-то уже поспели в открытом грунте. Не знаю, правда, какие, надо по схеме посмотреть, по плану. Но все, процесс пошел. В открытом грунте начали спеть уже крупные, нормальные, не скороспелки, обычные томаты. Ну, про теплицы и говорить нечего. Тут томаты спеют, ну, уже так, как сказать, массово. С понедельника уже начнется заготовка семян. То есть те, которые уже вызрели до конца, я буду снимать и заготавливать семена. И чтобы другим, другие побыстрее начали спеть. Потому что вот это огромное количество спелых томатов, которые висят, они немного тормозят созревание следующих плодов. Вот у меня много новых иностранных сортов, вот этих редких коллекционных, не только в теплице, но и на улице. Я вот хожу каждый день, смотрю. Они уже тоже полностью сформировали, вот первые свои кисти, хотя они высажены, сеяны были не для теплиц, именно для открытого грунта. И я думаю, что скоро тоже начнется постепенно созревание вот этих редких коллекционок на улице. У нас сейчас красота. Как раз тот период, когда цветут лилии мои любимые. Тут у меня в огороде, как всегда, в перемешку цветы, помидоры, цветы, помидоры. Из-за жары, конечно, все ускоряется. Вот недавно сибирский тигр показывала, он был полностью зеленый, теперь уже нижние кисти спеют, почти все поспели. И даже вот этот огромный, помните, говорила, вот этот король Лондон, огромнейший плод, и то уже начал спеть. Все нынче у нас в припрыжку из-за жары, галопом, галопом. В теплице у меня спеют перцы первые, венти. Видите, уже через несколько дней можно будет кушать их не в биологической зрелости, ой, не в технической зрелости, а именно красные в биологической зрелости. Ну и, конечно же, баклажанчики. Баклажанчики я уже ем, да, Надюша? И даже угощаю Мэри. Спеет первый сержант Пеппер, вот одна помидорка уже поспела, вторая на подходе. Они вот у меня стоят рядом, сержант Пеппер и мечта Алисы. Вроде бы, как по описаниям, они оба немножко похожи, но только форма разная. Но насколько разное строение вот этих вот самих кустов, мечта Алисы огромная, с толстыми, с такими стволами, листьев, море. Даже там не видно, что внутри. Я вот залезла там только-только. Вот здесь очень высоко начали кисти завязываться. А сержант Пеппер стоит рядом. Такой нежные листочки, такие тоненькие вот эти вот веточки, такой трогательный, какой-то нежненький. А мечта Алисы такая богатырша, точно, как томатное дерево. Место занимает очень много, листья такие мясистые, растопыршила их. Вот насколько разные томаты. Мечту Алисы на будущий год лучше, наверное, на улицу посадить. Да, сейчас начнется июль, работы у нас очень много. У нас уже столько огурцов нарастает, что мне сейчас придется скоро солить, начинать заготовки. Самый такой разгар июль. Ни минуты свободной не будет. Но зато я буду делать много видеообзоров, потому что поспевают новые и новые сорта. Буду вас знакомить и со старыми сортами, и с новинками. Это хорошо, что у меня вообще нет никаких насекомых, потому что пишут, на кого-то напали тля, на кого-то напали еще что-то. Что мне не нужно делать дополнительной обработки. Я один раз вот опрыскала от болезней. И то, только вот это вот поле не ходило нигде по закоулкам. И не дай бог, если что-нибудь разведется, обработать такое количество кустов очень сложно. Сейчас я их считаю, до сих пор не могу еще пересчитать. Остановилось на 1700 штук. Нужно досчитать, сколько вокруг, там где-то в углах. Сегодня, может быть, сосчитаю наконец-то, сколько я высадила томатов. Начала считать еще месяц назад. До сих пор не могу время выбрать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. С понедельника у меня заготовка семян. Подробные видеообзоры смотрите. Я вам буду подробно рассказывать на своем опыте, какой томат, как себя ведет в открытом грунте и в теплице.